Здравствуйте! Сегодня у меня на обзоре очередная Wi-Fi камера. Довольно-таки дешевая, порядка 26-28 долларов. Такой вот коробки идет. По комплектации мы имеем мануал с инструкцией, где скачать под iOS и под Android. Windows Phone, извините, вас не видно. Сама камера, сетевой адаптер европейский на 1,5 ампера, 5 вольт, 1500 миллиампер. И хромстейн, который можно закреплять, это утяжелитель, не переворачиваясь, на стену можно закрепить. Даже для ресета есть иголочка. Кабель USB-MicroUSB, Г-образный, прикольно. Давайте попробуем собрать кронштейн. Так. Вот так. Вот так. Ну. Куда-то туда можно запихнуть и утяжелитель будет. Вот. Что-то типа. Ну вот. Камеру можно. Что-то еще не закрутил. Вот так. Давайте я откручиваю, чтобы было легче. Показывать. Значит, тут у нас микрофон. Я потом разберу и увидите внутренность ее. Для питания. MicroUSB. Флешку, чтобы записывать. И ресет. И здесь динамик. Динамик звучит слабенько. Те, у кого будет желание, можно поменять его. Индикация питания, Wi-Fi и облако. Такая вот камера. Ну. Приступаем к подключению камеры. Итак, для начала заходим в Play Market. Находим программу V380. Устанавливаем. Ну и подключаем камеру. Перевернем, чтобы была видна индикация. Надеюсь, будет видна. Так. Открыть. Локальный вход в систему. Разрешить. Разрешить. Автоматический выбор. Нажать. И добавляем устройство. Новое оборудование. Настройки. У нас предлагает Wi-Fi. Пишем пароль к Wi-Fi. И нажимаем следующий шалк. Вот. Она сейчас пытается подключиться к Wi-Fi. Все. Она подключилась. Wi-Fi connected. И сказала, что Wi-Fi connected. И включаем режим просмотра. Пароль не сейчас. Вот уже и звук пошел. Разрешить. Выключим звук, чтобы не было завязки. И посмотрим. Вот она у нас показывает наш кабель. обстановку. Далее. Как она записывает. Как и какое качество. Я покажу в видео. Разберу ее. И увидим более детально само качество записи. Дальше. Остановить просмотр. Да. Остановка. И что у нас тут. Конфигурация. Информация. Можно обновить ее, если есть обновление. Пока конфигурации нет. Если много камер, можно выбрать ее. Обновление устройства. Вот здесь можно проверить, что я говорил. Еще у меня есть приложение. Другое. 360i. Она тоже на нем подхватывается. Эта камера. Но не передает звук. Это очень было досадно. Хотелось все в одном приложении иметь. Но, увы, не получилось. Значит, все. Дальше будет кусочек видео. О том, какая она в разобранном виде. И как она записывает звук и видео. Вот я разобрал камеру. Такой маленький динамик. Поэтому и звук такой. Слабенький из него выходит. Здесь у нас 6 светодиодов. И датчик света. Ну и сама камера. Вот она. Видим. Июнь 2016. Ну это может быть просто для карточки. Микрофон. Я снял защиту. Пусть лучше слушает, что творится. По потреблению. Вот она с подсветкой. Потребляет около 0,5 ампера. И подсветка вот так вот ярко красными светит. То есть будьте готовы, что в темноте вы ее увидите. Довольно таки отчетливо эту камеру. Без подсветки. Это 300 миллиампер. Aww,. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И я, наверное, еще раз пробегусь по менюшке... Пробегусь по менюшке, по менюшке программы, чтобы вы посмотрели, что к чему... как обещал по списку пройтись архив выбираем камеру поиск файлов если на камере есть какие то файлы то он их находит бывает можно локальный архив смотреть это в другом месте насколько я помню дальше сеть можно настроить как по режиму точки доступа так и напрямую через рутер настройки записи пишут мне sd карты я сейчас sd карту вытащил это запись по движению это запись постоянная аудио включителей нет и качество записи hd либо vga по поводу размера файлов 2 минуты это 15 мегабайт получается что 1 гиг примерно на 2 часа 15 минут хватает дата и время можно выбрать синхронизировать с телефоном можно что мы сейчас и сделали тревога можно включить тревогу детектор движения сейчас попробуем проверить как оно будет работать включили тревогу настройки настройки ip адреса обновление устройство проверить проверим если есть новая версия новой версии по-прежнему нет еще тревожное уведомление вот вибра тревога включим уведомление получение информации о тревоге менеджер снимков вот здесь локально можно посмотреть вот была запись можно ее включить региональный выбор в каком регионе инструкция по эксплуатации пароль на приложение это именно вход в приложение также можно поставить пароль на саму камеру что и лучше сделать это обновить само приложение и выход по поводу устройства включим устройство вот здесь можно установить пароль вот новый пока мы это делать не будем зайдем что тут можно делать поставим вот так к примеру вот без этого бруня это ПТЗ если есть камера наша камера ПТЗ не имеет поворот вот работает быстро четко кнопочка для того чтобы говорить как на рациях снимок экрана ну и запись сейчас происходит запись локально на телефон вот в принципе все по менюшке вот информация то есть у нас была тревога я так понимаю вот детектор движения сработал приходят сообщения и это честно говоря не знаю что они успешное разоружение это выключено это по-моему да это здесь можно включать тревогу так было на предыдущей камере редактор можно тут тоже пароль ввести после того как мы поставим пароль на камеру и удалить саму камеру некоторые камеры умеют сами решать некоторые посылают сюда уведомления ну вот собственно говоря и все довольно таки неплохая камера из минусов мне понравилось качество динамика в остальном все работает быстро и четко всем удачи пока пока